Меня зовут Лара Шум и сегодня тема влияние на волю другого человека. Я против этого. Нельзя задевать волю другого человека, нельзя на него загадывать ни в коем случае, неважно, близкий, ребенок и так далее. Сегодня я отвечу на один комментарий, приведу пример, вы даже сможете дома сделать упражнение и понять каково это, когда вторгаются на вашу территорию. Итак, отвечаем на комментарий. Сначала его читаем. Зачем тогда вы, то есть я, лапшу вешаете людям, если считаете, что нельзя влиять на волю другого человека? Смотрите, я не вешаю лапшу на уши. Почему? Потому что все мои желания исполняются. Например, я очень долго мечтала о том, что я сижу в Камеди Клаб, передо мной выступает Паша Воля, мне дают микрофон и я прошу его сказать мне «Шум на воле». И действительно это произошло, правда не в Камеди Клаб, но мы с ним снимались вместе. Я подошла к нему и сказала «Произнесите, пожалуйста, шум на воле». И он произнес, сказав «Шум на воле», «Воля на шуме». И даже у меня есть этому доказательства. Под этим видео есть ссылка на видео, которое идет всего 22 секунды, поэтому посмотрите. Второе мое желание – это моя голливудская улыбка. Я два года визуализировала, когда чистила зубы, что я улыбаюсь красивой улыбкой. Да, ушло время, но оно исполнилось. Ко мне на обучение по актерскому мастерству пришел врач-стоматолог, и тогда я поняла, что после обучения у меня будет голливудская улыбка. И действительно, он предложил мне сделать совершенно бесплатно такую красивую, замечательную улыбку. Мечты сбываются, просто надо в это верить. Что ж, в таком случае давайте сейчас я перейду к упражнению, которое поможет вам все же понять, как вы себя будете ощущать, когда вас вторгаются и вами манипулируют. Попросите кого-то из друзей сделать с вами это упражнение. Вы садитесь друг против друга спинами на каком-то небольшом расстоянии, да, примерно вот так, вот спина вашего партнера, вот ваша спина. Затем вы договариваетесь, что вы будете поднимать или какую-то руку, или какую-то ногу, что-то одно. Затем вы закрываете глаза, ваш партнер тоже, и как бы мысленно, энергетически вы перемещаетесь в тело другого человека. Для того, чтобы человек более почувствовал, более ощутил, какую часть тела вы поднимаете. Далее, вы концентрируетесь на его, допустим, вы решили поднять правую руку, да, вы поднимаете мысленно свою правую руку, и в то же самое время вы, сидя в нем, поднимаете его правую руку. Когда вы это сделали, спрашиваете, какую часть тела я подняла, и ваш партнер, допустим, говорит правая рука. Скорее всего, он действительно угадает, почему? Потому что он ощутит даже это на своей руке, потому что, ну, например, у меня или рука холодела, или она становилась теплой, или было покалывание. Далее, будет самое интересное, вы, опять же, закрываете глаза, и уже ваш знакомый энергетически пересаживается в ваше тело, и проделывает всю ту же манипуляцию, что вы делали с ним. Только ваша задача будет в этот момент ощутить, как вы себя чувствуете в этот момент, когда в вас находится другой человек, пусть даже энергетически, и когда против вашей воли начинает поднимать какую-то часть тела. Затем сконцентрируйтесь и на руках, и на ноге, и почувствуйте, какая из рук, допустим, холодеет, или где-то идет покалывание, или у вас еще что-то происходит. И просто говорите, я считаю, что ты поднимаешь левую ногу, ну, допустим, условно. Почему я перестала делать это упражнение? Потому что некоторые из учеников стали отказываться от того, чтобы в их тело кто-то садился, и ими манипулировали. Теперь это упражнение не делаю. Далее, немного жесткий пример, но это надо. Представьте, что вы жили лет пять с абьюзером. Представьте, вот, вас били, вас унижали. И вот вы набрались все-таки смелости, храбрости, взяли чемоданы и сказали, все, я ухожу. Ну, не могу я так больше, все, сил нет, и вы ушли. Этот человек вас начинает преследовать не только звонками, смс-сообщением, встречая около подъезда, а также сидя дома, он, значит, воображение представляет, как вы возвращаетесь, и как он вам мстит. Как он вас берет головой об стенку бьет, кулаком под дых, как он ставит вам очередной синяк. Представили? А теперь спросите себя, а комфортно ли вы будете чувствовать, когда он даже мысленно будет вас, скажем так, насиловать энергетически? Что получится? Вы все же немного, да, начнете впадать в депрессию. Ну, это мне так кажется. Хорошо, можно тогда задать вопрос. Лара, ну а как же, есть ли у тебя больной ребенок, и хочется пожелать ему здоровья, хочется, чтобы он был счастлив? Открою один секрет, и вы наверняка о нем знаете. Вот когда люди летят в самолете, помните, что говорят? Сначала оденьте кислородную маску на себя, а потом уже на своего ребенка. И здесь та же самая ситуация. Загадывайте на себя. Делайте счастливы в первую очередь себя. Стремитесь к жизни вы сами. И тогда вы будете, вы станете плацебой для ребенка. Он будет смотреть и понимать, его мама счастлива, ей нравится жить, ее мечты и желания исполняются. Она все время смеется. И что? Вы как бы ребенка берете в свой энергетический кокон. У него тоже будет подниматься настроение. Вы понимаете, что своим примером вы будете его вдохновлять жить. Соответственно, ваш ребенок, он быстрее начнет выздоравливать. Он начнет себя чувствовать прекрасно. Он будет стремиться делать то, что и делает его мама. И разве это не прекрасно? Чем вы будете ходить вот такая вот грустная, печальная. Это же тоже передается вашему ребенку, согласитесь? Поэтому все же я считаю, что все желания надо закадывать только на себя. И не тащить человека за аркан, пусть даже энергетически. И если вы все же не можете жить без этого человека и все-таки лежите, и говорите, пусть он вернется, пусть он вернется, пусть он вернется. Представляете, как он с чемоданами вернулся к вам. В таком случае, понаблюдайте, пожалуйста, что из этого получится. Можете написать в комментариях, если у вас был такой в жизни пример, что вы вот сидели, возвращали человека, и вот он вернулся. И что же получилось? Ведь разбитую чашку, да, ее можно склеить, но полоски-то останутся. И с этими полосками уже ничего не сделать. Они рано или поздно снова дадут трещину. Вот, как-то так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И напоследок, я вас попрошу сделать одну вещь. Давайте поднимем себе настроение. Встаньте, ноги на ширине плеч. Приготовьте руки. И как делают победители, да, что все, ура, я все поняла. Я буду загадывать желание на себя. Мы с вами делаем так. Поднимаем руки кверху. Похлопали сами себе таким красивым, любимым, замечательным. И все у нас с вами будет прекрасно. Пока-пока. Исполнение желания вам. Подписывайтесь на мой канал.